В селе Аксаково прошел 31-й ежегодный областной праздник Аксаковская осень 2018. В этом году село отметило свое 340-летие. Еще одним юбилеем стало 160-летие со дня рождения знаменитой сказки «Аленький цветочек». Знаменитая Аксаковская аллея. Аллея, которую когда-то посадил писатель Сергей Тимофеевич Аксаков, который дал всему миру сказку «Аленький цветочек». Человек, который родился и вырос в Майинском районе. Здесь, на этом месте, было его родовое поместье. Здесь жили его дети. Константин Аксаков – знаменитый литературный критик. Более чем на 50 творческих площадках рядом с Аксаковской аллеей разместились учреждения культуры и образования района. Свои выставки организовали частные предприниматели. Многочисленным гостям предлагались музыкальные, поэтические, литературные, краеведческие, экологические, развлекательные и познавательные программы. Замечательный праздник нам сегодня подарила природа. В такой осенний денек получилась очень хорошая Аксаковская осень. Мы в этом мероприятии участвуем ежегодно. Наши дети рисуют, здесь традиционный пленэр проходит, показывают выставку работ, то, что были нарисованы ранее. В этом году была очень интересная площадка – музыкальный салон. Аксаковская земля услышала вновь скрипку и лончель. Может быть, когда-то они здесь звучали в усадьбе Аксакова. Поэтому я думаю, что праздник удался. К нам на фестиваль народного творчества приехали шесть районов области. Это Кузоватова, Майна, Корсун, Сурская, Вишкайма, Ульяновский район, Радищева, Николаевка. Мы очень рады всех приветствовать на нашем празднике. Приглашаем посетить его на следующий год в это же время. Для нас это большое счастье – видеть гостей у нас, у себя принимать их. И мы гордимся этим праздником и надеемся, что с каждым годом он будет все расти и расти и процветать. И мы будем прикладывать к этому как можно больше усилий. Этот праздник давно стал визитной карточкой района и области. Традиции русской культуры, интеллигентности и широты русской души – все это словно бы погружало в особенный мир дореволюционной России и наполняло души людей единением и добром. Павел Половов, Алена Лебедева. Новости Ульяновской правды.